Добрый день, друзья! Сегодня мы изготовим очень полезную в наше время самоделку. Вечную свечу, которая будет работать не от батареек и не от аккумуляторов. Потребуется небольшой отрезок фанеры и вот такая колодка. Закрепляю ее с помощью винтов. С помощью клея приклеиваю выключатель. На самый край приклеиваю также еще один клеммничек. Следующим этапом является установка таинственных деталей. Именно они и будут являться источником питания. Стоит отметить, что указанные мной накопители соединены последовательно параллельно. Поэтому стоит установить еще и перемычку. Выключатель соединяю с разъемом. В коннектор устанавливаю светодиод белого свечения. С обратной стороны устройства устанавливаю USB штекер с выводами. Подключаю выводы к схеме. Подключаю устройство к USB зарядке 5 вольт. И оставляю буквально на пару минут. Ориентировочное время свечения чуть более 2 часов. Я уже провел ряд тестов и могу об этом утверждать. Те, кто разбирается в электронике, наверное догадались, что это, в качестве накопителей, используются суперконденсаторы. Емкость каждого 15 фарад. Вообще, лучше всего было бы использовать один конденсатор на напряжение 5,5 вольт емкостью, скажем, 20 пикофарад. Но, к сожалению, у меня такого не нашлось. И пришлось соединять конденсаторы на напряжение 2,7 вольт встречно-параллельно. Точнее, последовательно-параллельно. В случае, если использовать один конденсатор, разумеется, размеры всей конструкции уменьшатся в разы. Также стоит учесть, что чем больше емкость ионистора, тем выше срок службы, тем дольше будет светить светодиод. Поэтому, лучше всего обратить внимание именно на максимальную емкость. Основное преимущество такого маячка – отсутствие батареек и простота в изготовлении. В моем случае, подчеркиваю, сложно, поскольку я использовал несколько суперконденсаторов. Если же использовать один, все сводится к затрате времени буквально 5 минут. Для новичков особое внимание при сборке подобного устройства стоит обратить на полярность. У светодиода самая длинная ножка – это плюс. У конденсатора, у любого, минус обозначен на корпусе. На этом все. До новых встреч. Пишите свое мнение. В комментариях жму руку, но посран. Пока.